МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллион на мечту! Победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» стал школьник из Цивильского района. Пациенты, которые лечатся от COVID-19 на дому, будут получать бесплатные лекарства при первом же обращении за медицинской помощью. Им не придется идти в аптеку. Такой алгоритм обеспечения лекарствами позволит сократить контакты, а значит, снизит риск заражения других людей. Закупку бесплатных лекарств из федерального бюджета в Чувашию поступили почти 46 миллионов рублей и разработаны две схемы получения препаратов. Если пациент пришел на прием в поликлинику, то лекарства он получит тут же. Если высылал врача на дом, то препараты ему доставят либо медик, либо волонтер. Несомненно, здесь каждая рука дорога, если так можно выразиться, потому что, к сожалению, количество заболевающих пока изо дня в день достаточно большое. И достаточно большое количество этих людей могут на сегодняшний день по медицинским показаниям лечиться на дому. Для этого мы их обеспечиваем лекарственными препаратами бесплатно. Их, естественно, будем доставлять домой. И здесь могут быть вовлечены все желающие, в том числе и волонтеры, и добровольцы. Это заявление глава Чувашии сделало на открытии республиканского форума добровольцев. Доброфорум собрал самых активных волонтеров. В непростой год, поставивший перед всеми новые вызовы, у них была особая миссия. Кроме традиционных, экологического или событийного волонтерства, молодежь помогала врачам, социальным работникам, людям старшего поколения. Сегодня добровольцам вручили заслуженные награды. Желание помогать – это главное качество добровольца. Созданное еще в 2014 году, Ассоциация волонтерских центров продолжила лучшие традиции Сочинской Олимпиады. А сейчас добавились и новые направления. 70% школ Чувашии имеют волонтерские центры, и все они работают под эгидой российского движения «Школьников». В этом году ученики активно подключились к движению «Волонтеры Победы». Среди награжденных на Доброфоруме школьница из Яльчикского района Люсия Плотникова. В этом году 75-летие Великой Отечественной войны, и поэтому мы снимали видео ветеранам, и также помогали им, ходили к ним на дом. Но, к сожалению, из-за эпидемии немного отменились планы. Но мы сделали фильм, который помогает детям видеть, какие подвиги совершили наши ветераны. Сейчас в Чувашии действует более полутора тысяч волонтерских команд. Более 50 тысяч человек участвуют в добровольческом движении. Во время пандемии стали появляться и новые. «Мы организовали волонтерский штаб на базе нашего университета, и мы оказывали помощь пожилым преподавателям и преподавателям кому за 65 с плюсом. То есть мы также доставляли продукты, доставляли им какие-то учебные материалы, чтобы они оставались дома и сохраняли свою жизнь, и минимизировали риски». В рамках акции «Мы вместе» таких волонтерских центров было немало. Младые юноши и девушки выполнили более 25 тысяч заявок. Они разносили пожилым и больным людям еду, лекарства, покупали необходимые товары в магазинах. Олег Николаев вручил памятные медали за участие в акции. Эту награду очередил президент страны. Молодежь строит уже планы на будущее. У них много предложений. «Очень важно собраться все вместе, объединить или собрать в одно место все наработки и через анализ того, что сделано, выработать планы дальнейших действий. Ну и, конечно же, мне кажется, в ходе таких дискуссий, в ходе такого обсуждения рождаются новые мысли, новые идеи, новые проекты». На форуме работали 9 площадок. Добровольцы делились опытом, обсуждали успешные практики, разрабатывали новые проекты и направления. Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничны. Татьяна Молокова, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 87 жителям, 224 вылечились. Летальных исходов за сутки 8. Приврать цепочку распространения вируса непросто. Прошедшей ночью в столице Чувашии состоялся рейд, в ходе которого проверили соблюдение ограничительных и запретных мер. В нем приняли участие представители городской администрации, сотрудники органов ОМВД России по городу Чебоксары. Особое внимание проверяющие уделили местам общественного питания. В двух из них представлялись услуги кальяна, что является нарушением. Заведения смокинга обнаружились сразу несколько недочетов. В данное заведение мы зашли, мы не увидели ни у какого потребителя, значит, менеджеры или сотрудники этого заведения не представили нам ни одного правового документа. Значит, мы даже не знаем, кем они являются. Буду соединение, удостоверение личности. Поэтому мы приняли решение обратиться в полицию. Сейчас подъедет наряд полиции. Будем с ними разбираться, на каком основании функционирует это заведение. Естественно, мы составим акт, составим свой акт. И обратимся в Чувашпотребнадзор для принятия соответствующих мер. В республике продолжаются ремонты строительства фельдшерско-акушерских пунктов и больниц. Об этом говорили на совещании по вопросам проектирования и капитального ремонта учреждений здравоохранения в Канажском районе. В нем принял участие глава республики Олег Николаев. Доступность первой медицинской помощи на селе – одна из задач национального проекта. ФАПы строят по всей республике. Один из них открылся в деревне Кармамеи. Он будет обслуживать более 800 жителей. Новый медпункт построен на месте прежнего здания и оснащен современной мебелью и оборудованием. Здесь имеется медицинский кабинет, смотровая, процедурная, санузел, помещение для хранения лекарственных средств. Прежде ФАП был ветхий, не было холодно. Ну, в принципе, он был старый, не было условий выше работы. Сейчас вот в этом году нам построили новый ФАП. Красивый, уютный, светлый. Тут уж тепло. Еще два начали свою работу в деревнях Асхва и Вурман Янишева. Проблем с кадрами пока нет. У нас функционирует программа «Земский доктор». Значит, пять фельдшеров мы взяли на работу в программе этого «Земского». Они получили денежные выплаты, 500 тысяч рублей, и работают на сегодняшний день. Из 54 фельдшерско-акушерских пунктов у нас на сегодняшний день фельдшера везде работают. По мере поступления вакансии мы даем заявку на «Земский фельдшер» и отрабатываем по этой системе. В этом году в республике построено шесть ФАПов в Канажском, Яльчикском и Порецком районах. Идет строительство трех дополнительных пунктов в Батревском, Ядренском и Чебоксарском за счет сэкономленных средств от проведенных торгов. А в следующем году все ФАПы республики будут подключены к высокоскоростному интернету. Это повысит качество лечения. Можно будет проводить дистанционное консультирование больных на дому в случае необходимости привлекать специалистов из столичных клиник. Об этом глава Чувашии сообщил на совещании по вопросам проектирования и капитального ремонта учреждений здравоохранения. Обсудили и ближайшие перспективы. «У нас стоит задача строительства новых больниц. Это, прежде всего, республиканские больницы, ну и нового инфекционного центра. Эта работа тоже ведется планово. Мы планируем уже на следующий год эти работы начать». «Предусмотрено строительство еще 103 федерско-какшерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий, 9 отделений врачей в общей практике». В этом году из республиканского бюджета на капитальный ремонт 44 медицинских организаций было выделено более 800 миллионов рублей. Модернизация здравоохранения идет с учетом полномерного развития всей трехуровневой системы оказания врачебной помощи. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Новация года. Конструкторы Чебоксарского завода по производству автомобильных ремонтных устройств готовы выйти на рынок с новыми дезинфекционными кабинами. Вызов времени здесь восприняли как дополнительную возможность реализации новых идей. Сегодня главе Чуваши Олегу Николаеву представили специально оборудованные кабины для дезинфекции в условиях непрекращающейся пандемии. Они могли бы найти свое применение в торговых домах и в местах массового нахождения людей. Общеизвестный вирус может долгое время сохраняться на одежде и обуви. Обезопасить себя можно, побывав в такой кабине. Здесь установлены рециркуляторы, специальное жидкое чистящее средство для рук, коврик для обуви, термометр для измерения температуры. Мы поднимаемся и становимся на коврик. Он дезинфекционный. В принципе, мы уже дезинфицируем обувь. Далее мы подносим руки и, соответственно, их обрабатываем антицептиком. После этого мы подносим, можно голову, но лучше руку. Вот, пропищало, 36,2 показывает. Соответственно, я могу пройти в следующее отделение. Если у меня температура будет выше 37, здесь горится красная лампочка, соответственно, все будут понимать, что дальше человеку лучше не идти. Несомненно, у такой разработки есть перспективы. Глава республики поддержала эту идею. Стоимость кабины в среднем от 200 тысяч рублей. В настоящее время для изготовления устройств используются импортные детали из Китая. Нужно подумать об отечественных аналогах. В правительстве ждут детальный план реализации этого важного инвестиционного проекта. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителем номинации «Создавай будущее» стал Иван Иванов из поселка Опытный Цивильского района. Проектная деятельность, как никакая другая, раскрывает творческий потенциал школьников. Ведь нужно не только придумать интересную идею, но и разработать механизм ее реализации, понять, где она будет востребована. Ивану показалось увлекательным и одновременно полезным создать голосового помощника до людей с ограниченными возможностями. Что особенно важно, это устройство должно находиться непосредственно в кресле человека. Проект подразумевал в себе то, что голосовой помощник будет напоминать этим людям о времени приема лекарства, о количестве доз. Также он помогал бы измерять артериальное давление, сахар в крови и другие их жизненные показатели. Также с помощью этого голосового помощника можно было бы вызывать скорую помощь. Это не первая победа старшеклассника. Иван – призер различных конкурсов и олимпиад. Учителя поддерживают школьника во всех его стремлениях и, конечно, помогают ему во всем, что от них зависит. Такой человек, он всегда идет до конца. Мне кажется, надо сказать ему огромное спасибо своей семье, потому что вот они столько в него вложили. Школа очень много сделала для него. Мы проводили тренинги различные как раз вот именно в таком формате, как «Большая перемена» проходит. В школе у нас есть такие стратегические игры, мы ежегодно их проводим. В этом году в конкурсе «Большая перемена» участвовали около трех тысяч чувашских школьников. В финал вышли семеро. Все они получили путевки в Артек на тематические смены в будущем году. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. Объявлен конкурс на разработку логотипа и брендбука, посвященного трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. В следующем году Республика отметит 80-летие строительства сурского и казанского оборонительных рубежей. Правительство Чувашии намерено провести весь комплекс мероприятий в едином стиле под одним оформлением. Это будет документ, который определит стандарты визуализации важного для Республики события. Заявки принимаются с 16 ноября по 10 декабря на электронную почту. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Наша задача привлечь лучших художников, лучших дизайнеров для создания этого логотипа. И мы рассчитываем, что в дальнейшем, так как оборонительные рубежи строились не только в Чувашии, но и в наших соседних регионах, фактически в России, что этот логотип, он будет интересен и востребован и другими регионами. То есть логотип должен быть российского значения. Российское военно-историческое общество вместе с правительством Республики объявило открытый конкурс на создание мемориала, посвященному трудовому подвигу чувашского народа. В 2021 году его планируют воздвигнуть в Козловском районе, рядом с деревней Байгулова. Я и сам участвовал на многих таких конкурсах, и были созданы такие мемориалы, как последняя работа была в Казани. Я думаю, что моя задача, как председателя Союза художников, тоже как-то мобилизовать наши силы, и чтобы наши мастера, скульпторы, архитекторы участвовали в этом объекте, посвященном Сурскому рубежу. В конкурсе могут принять участие жители Чувашии и других регионов страны. Екатерина Иванова, Алексей Зотиков, Александр Отяков, Республика. Воспитанники Чувашской школы масс-рестлинга завоевали 9 медалей первенства России в двухдневных баталиях с 13 по 15 ноября в столице Республики Северная Осетия Алания приняли участие юниоры из 13 регионов России, включая Чувашию. Победители – студенты ЧГУ имени Ильи Николаевича Ульянова. Они тренируются под началом опытного мастера, заслуженного тренера Чувашской Республики Алексея Атласкина. По результатам напряженной борьбы в активе нашей команды одна золотая, три серебряных и пять бронзовых медалей. Маст-рестлинг в Чувашской Республике развивается успешно. Это можно судить по результатам выступлений, по соревнованиям, которые здесь у нас проводятся. Например, в 2018 году первенство России проходило по двум возрастам в центре Мокинбайка. В 2019 году на очень высоком уровне провели чемпионат России. В 2021 году планируем провести, если получится, чемпионат России среди студентов. Заслуженную победу в весовой категории до 50 килограмм получила Анастасия Федотова. Она занимается масс-рестлингом относительно недавно, однако уже смогла добиться заметных результатов. Изначально я занималась различными единоборствами, панкционом, кикбоксингом. И также у меня проявился интерес к этому виду спорта масс-рестлинга. Несмотря на то, что я девочка, решила проверить свои силы. Данным видом спорта интересуются не только парни, а также у нас много участвуют девушек. Студенты занимаются 4-5 раз в неделю. Чтобы тренировки были эффективными, спортсмены используют специальные тренажеры. Тренажер действует на имитацию борьбы в масс-рестлинге. Тренажер действует на мышцы спины, мышцы ног, отработка техники, отработка скоростно-силовых качеств и выносливости. Сейчас ребята готовятся к чемпионату России, который пройдет в этом году в начале декабря в городе Нальчик. Пожелаем им успехов. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. В республиканском бизнес-инкумбаторе прошел сеанс видеосвязи с предпринимателями Аликовского, Вурнарского и Красноармейского районов. Обсудили вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в создавшихся условиях. Подробнее об этом прямо сейчас. А я с вами попрощаюсь. До завтра. Министерство экономического развития и имущественных отношений, подведомственные ему институты бизнес-поддержки, встречи с предпринимательским сообществом проводят регулярно. Цель конкретная – услышать проблемы предпринимателей, чтобы помочь решить их, в том числе и с помощью мер государственной поддержки. Бизнес-инкубатор ежегодно проводит действительно огромное количество мероприятий. Это и семинары, это тренинги, и интенсивы. И мы стараемся ежегодно обновлять полэкспертов, полнаставников, задействовать максимально тех спикеров, которые сами пережили не один кризис. И, соответственно, могут на практике поделиться теми инструментами, которые позволяют выйти, соответственно, на, по крайней мере, тем отраслям, которые пострадали, на самоокупаемость. Центр «Мой бизнес» предлагает и широкую линейку финансовых форм поддержки, микрозаймы, кредитование на льготных условиях, поручительство в случае отсутствия залогового обеспечения. Это и большой блок поддержки, связанный с продвижением и сбытом продукции, размещением продукции предпринимателей на электронных торговых площадках, на выставках, на участиях в бизнес-миссиях. То есть огромный перечень и список тех мер поддержки, которые предоставляются бизнесу. Поэтому призываемы пользоваться ими. Более 400 человек только в прошлом году у нас микрозаймы получили. Поэтому эти меры поддержки, они есть, они востребованы, они эффективны. В центре «Мой бизнес» объединены все институты развития предпринимательства. Это бизнес-инкубатор, фонд венчурных инвестиций, агентство поддержки малого бизнеса, гарантийный фонд, фонд развития промышленности, корпорация развития Чувашской республики. И цель центра – сопроводить проект, находящийся на любой стадии, буквально от идеи до экспорта продукции. Неважно, стартап это или крепкий малый бизнес. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Дарья Иванова, Республика.